Продолжение следует... Это не единственное условие правильного загара, потому как от того, как вы правильно ужинаете, завтракаете и что вы делаете на пляже, зависит окончательный результат. И негативные как ближайшие, так и отдаленные последствия. Ближайшие прямо на пляже, отдаленные, допустим, годы, а может быть даже немногие годы. Поэтому я, врач, диетолог Борис Скач, автор десятков опубликованных книг и научных статей, автор сотен видео в интернете, на канале Ютуб. Советую вам посмотреть это видео до конца, в котором вы узнаете, как правильно ужинать, как правильно завтракать и что вам делать правильно на пляже, для того, чтобы ваше здоровье было крепким и великолепным. Ну, а я сейчас прикрою голову, потому что пока вы загораете на пляже, ваши волосы активно сгорают. Поэтому правильно загорать, безусловно, еще и кепка вам не помешает. Смотрите видео дальше, не переключайтесь. Даже если прогноз погоды на завтрак обещает вам комфортные 22-24 градуса по Цельсию в воздухе, вам все равно нужно знать, как правильно поужинать, позавтракать и как вести себя на пляже. Потому как 22-24 в воздухе, это в глубокой тени, а не на открытом солнце. А область теплового комфорта для человека в диапазоне 18-24 градуса по Цельсию просчитана для состояния полного покоя, как физического, так и эмоционального. Как только вы начинаете более активно перемещаться в окружающей среде, организм начинает, соответственно, нагреваться, а возможно и перегреваться. А если вы еще и выходите из тени на открытое солнце, все только ускоряется. Поэтому правильный ужин, правильный завтрак и правильный перекус на пляже никто не отменял. Смотрите видео дальше. Если вы завтра собрались на пляж, то ужин должен быть не только правильным, но и своевременным. И, пожалуй, самая вредная рекомендация, одна из самых вредных, это не есть после 18 часов. Она подходит лишь тем, кто в 19, максимум 20 часов собирается лечь спать. В этом случае, да, вам действительно не нужно есть после 18 часов. Те, кто ложится спать позже, эта рекомендация вредит. И чем позже вы легли спать после такого ужина, тем больше вреда для своего здоровья вы принесете. Потому как в этом случае утром вы просыпаетесь с пустой пищеварительной системой и достаточно серьезным чувством голода, что создаст условия для переедания утром и сложностей на пляже. Как с работой пищеварительной системы, так и, самое главное, сердечно-сосудистой. Поэтому кушать нужно за час-полтора-два до сна. Вот в этом диапазоне вы можете поужирать. Вопрос, что? Вакханалия за столом в это время приведет к другим сложностям. Слишком много пищи, когда вы загружаете в пищеварительную систему, а ночью кровообращение идет не так активно, как днем. И походить после еды, чтобы пища лучше переварилась, у вас перед сном вряд ли получится. Потому как ходить придется до утра. В этом случае пища будет подвергаться брожению, внеению. Иными словами, на этой пище, пока вы будете спать, будет активно размножаться микрофлора кишечника. Не важно, сапрофитная, либо патогенная. И та и другая обогатит продуктами жизнедеятельности кишечник, которые не дадут утром вам позавтракать. И это тоже плохо. Что вы будете делать на пляже? Активное движение, купание в водоемах, потение. Приведет к тому, что вот эта вся грязь через кровеносное русло будет пытаться выделиться через потовые железы из вашего организма. А это не самый мощный фильтр. Да, их много. Но их суммарная мощность существенно отстает от работы ваших почек. Как минимум. Что вы получите? Ну, как минимум ухудшение настроения. Во время отдыха, активного отдыха, отдыха с оздоровлением. А организм будет работать ни на чем. Потому как питательные вещества, вместо того, чтобы попасть в кровь, туда попали продукты внеения или в ображение. И это не самый лучший вариант ужина. А самый простой должен быть легким. Да, он должен быть питательным. Он должен легко перевариваться. И вместе с тем, он должен успеть уйти из кровеносного русла до завтрака. Чтобы и поужинать вы смогли, и по завтракам. Что вы можете использовать на ужин? Ну, кисломолочные продукты. Творог лучше не использовать. А йогурт, кефир, тана, иран, кумыс, закваски разные. Без проблем. Можете использовать овощные супчики. Можете рог овощное использовать, винегрет. Лучше без концентрирования, который в этом случае сложнее переварится. В этом случае ваш ужин накормит ваш организм. И создаст условия для правильного завтрака. О котором вы узнаете прямо сейчас. Что же такое правильный завтрак перед пляжем? Ну, если прогноз погоды. Обещает температуру воздуха не выше плюс 30 по Цельсию. Но это напомню в тени. А у вас есть 2-3 часа перед появлением на пляже. На завтрак могут быть птица, рыба, лучше белая. А из белой лучше морская. На гарнир овощи, либо фрукты. Практически в любых комбинациях. Но лучше после термообработки. В этом случае вы на пляж приходите с практически пустой пищеварительной системой. И ваша сердечно-сосудистая система может активно участвовать в терморегуляции. И в удалении избытка тепла. И вы не перегреетесь. Если же по прогнозу погоды температура будет плюс 30 и выше, в этом случае на завтрак, пожалуй, могут быть либо блюда из яиц, либо кисломолочные продукты. Во втором случае вы не самым рациональным способом расходуете кальций. Но более важный момент в этом вопросе – это обеспечение терморегуляции. И по большому счету выживание на пляже. Потому как условия там не самые комфортные, а для многих достаточно экстремальные. И если вы употребляете вот таким вот образом продукты питания, без проблем, вы к походу на пляж подготовлены. Но! Не забудьте с собой взять правильный перекус, о котором я расскажу прямо сейчас. Какие же продукты следует взять с собой на пляж, чтобы там у вас состоялся правильный перекус? Они должны удовлетворять нескольким условиям. И не просто содержать воду, как это происходит в большинстве овощей и фруктов. Но и легко ее отдавать. Потому как вода на пляже вам нужна не через часы, а чаще всего здесь и сейчас. Для обеспечения работы системы терморегуляции и самое главное – кровообращения. Также эти продукты должны содержать и достаточной энергии. Потому как на пляже, даже если вы находитесь в состоянии покоя, вы энергию тратите. А если вы пошли поплавать или поиграть в какие-то активные игры, затраты энергии резко увеличиваются. И чувство голода может спровоцировать вас на не самый лучший перекус на пляже. Что же взять с собой? Да, конечно, можно взять дыню. Но если она супер спелая и сочная. А как вариант выбора – арбуз. Можете взять с собой огурцы. Но они дадут воду спустя часы. Лучше взять томаты. Ну, если у вас, конечно, не нарушен обменок салатов. Очень простое решение. Яблоки, виноград, персик. Они достаточно быстро перевариваются. И достаточно быстро отдают воду в систему терморегуляции и в систему кровообращения. И в этом случае вы в безопасности. Но! Так или иначе, они содержат органические кислоты. Которые могут раздражать вашу пищеварительную систему. И провоцировать аппетит. Поэтому я бы советовал взять на пляж еще одну группу продуктов. Почему группу? Многое зависит от вашего вкуса. Главное, вы должны взять с собой свежеприготовленную кашу. Это и достаточно хороший источник энергии. И, вместе с тем, она не перегружает вашу пищеварительную систему. Как приготовить кашу на пляже? Легко. Берете издавный термос. Засыпаете в термос крупу. Соль, сахар по вкусу. И кипяток. Закрыли. И на пляже у вас будет свежая, приготовленная каша в домашних условиях. Если вам не нравится каша в чистом виде. Вы перед тем, как залить ее кипятком. Можете туда покрошить фрукты. Добавить сухофрукты. По вашему вкусу. И вы получите другой вид каши на пляже. Но приготовленную в домашних условиях. И, безусловно, не только полезную, но и, главное, безопасную. В плане инфекции. Кстати, те фрукты и ягоды, которые вы возьмете с собой. Не лишнее было бы в домашних условиях помыть. Расфасовать пакетики и кушать, не трогая руками. Потому как распространенная ошибка. Пойду-ка я к водоему помою руки. Ну, если это океан, вода относительно чиста. Хуже, если это море. Еще хуже, если это речка. И, не дай бог, помыть в озере. Стоящая вода великолепный рассадник инфекций. Которую вы легко нанесете на свои руки. А потом с продуктом занесете в пищеварительную систему. Поэтому мыть руки можно только той водой, которую вы принесли. И качество которой вы контролируете. Так же, как и пить воду. Воду тоже можно взять с собой на пляж. Но она чаще всего, да, помогает быстро охладиться. Потому как выпитая вода быстро удаляется. Избыток она не идет в клетки. На обмен веществ и не создает резерв. Она быстро удаляется из вашего организма. Вы потеете, вы охлаждаетесь. В принципе, цель достигнута. Но! Очень быстро увеличивается вязкость крови. Либо вы постоянно пьете. Либо вы правильно перекусываете на пляже. Понимание этого делает процесс безопасным. Легко контролируемым. Вы не попадаете на осложнение. Но! Очень важно правильно загорать на пляже. Правильно купаться. Частично вы видели, как это делать лучше. В начале этого видео. А я сейчас его прокомментирую. Если вы правильно поужинали, позавтракали. Взяли с собой правильный перекус. Вам нужно знать еще один обязательный компонент. Что такое правильный дресс-код на пляже. Потому как в этом случае все ваши предыдущие усилия могут быть сведены на нет. И кто-то в этом вопросе следует моде. Кто-то своим желанием. Оголяя максимально возможные части тела. И подставляя их солнечным лучам. Я вас прекрасно понимаю. В этом случае вы тренируете свою веетативную нервную систему. Сердечно-сосудистую. Даже получаете дополнительные порции витамина D. И это здорово. Но если вы находитесь на экваторе, то пользу для здоровья вы получаете в ближайшие 2-3 часа после рассвета и за 2-3 часа до заката. Если вы не находитесь на экваторе, где солнце действует не самым мягким образом, то часа 4 после рассвета и за часа 4 до заката вы вновь в полной безопасности. Вот что делать вам, если вы задержались в другое время на пляже? Вы узнаете прямо сейчас. Если вы задержались на пляже дольше рекомендуемого времени, либо пришли слишком рано, вы очень серьезно рискуете. Причем в данном случае не столько здоровью, сколько жизнью. Бытует мнение, что в это время находиться на пляже можно. Достаточно защитить свою кожу кремами, мазями, спреями с защитным фактором. Но! Эти средства защищают вас от дерматита. То есть реакции вашей кожи в виде дерматита на действие прямых солнечных лучей не будет. И иллюзия безопасности создана. Но напомню, что когда температура в тени плюс 30, на открытом солнце уже не плюс 30. Прямые солнечные лучи разогревают поверхность до 50, а то и 60 градусов. И ваш организм, фактически, находясь на пляже под открытым солнцем, фактически находится в бане. А в бане перегревание организма провокирует потение. Только в бане вы это видите, потому что вокруг вас перегретый пар, пересыщенный водой. И капли пота стекают. На открытом солнце вы капли пота чаще всего не видите. Потому как пот только успел выделиться, тут же испарился. Воду вы теряете, но этого не видите. И организм подсыхая, теряя резервы воды, легко может попасть в состояние тепловой, либо солнечного дара. Первыми страдают дети и пожилые люди. У первых относительно высокая площадь поверхности тела, и они быстрее обезвоживаются. У пожилых людей хуже работает система транспорта обычно. Сердечно-сосудистая система отстает, не успевает приносить воду к поверхности кожи, и тоже возникают серьезные осложнения. Поэтому в нерекомендуемых часов я бы советовал вам находиться не на открытом пространстве, где солнце обрабатывает максимальную площадь вашего организма, а все-таки уйти в тени. И эти сложные часы пробыть в более комфортных условиях для вашего здоровья. В этом случае и здоровье, и жизнь в безопасности. Но целый день, конечно, там просидеть сложно. Вот что вам нужно делать, если вам захотелось покупаться и немножко охладить свой организм, и почистить его в это время? Вы узнаете прямо сейчас. Если вы любите купаться в открытых водоемах не только рано утром и поздно вечером, но и днем, вам нужно правильно изменить дресс-код. И перед купанием надеть хотя бы футболку. Солнечное излучение в воде действует более коварно, чем вне водоема. Да, вроде как купание происходит комфортно, вы не перегреваетесь, но ультрафиолет достает до глубины примерно 1 метр. Это если вода прозрачная. Конечно, у вас есть альтернатива. Футболка, либо купание в болотной воде, да, там ультрафиолет вас сильно не достает, но риск развития любых инфекций, которые могут проникнуть в организм как через кожу, так и просто, когда часть воды попадает в рот, возрастает. Поэтому лучше выбрать более чистые водоемы для купания. И надеть футболку. Но! Это в том случае, если вы любите нырять. Если же вы нырять не любите, без проблем, вам нужно еще два аксессуара. Широкополая шляпа и хорошие очки. Хорошие очки, я имею в виду, с реальными стеклами, а не с чем-то находящимся в оправе, напоминающим стекло. Это разные вещи. Стекло с гарантией блокирует ультрафиолет и ваши глаза в безопасности. А другие материалы могут блокировать, могут нет. Тут возможный вариант. Потому как, когда вы плаваете, на поверхности обычно находится голова, дышать это вам нужно. И концентрируются два источника ультрафиолета. Первый попадает непосредственно на кожу. Второй, это отраженный от водной поверхности. И страдает кожа лица. Самое опасное, страдают глаза. И пойти в сторону катарапки легко. Предупредить, так же легко. Если вы не ныряете надели очки и вы в безопасности. В этом случае купание даже не в самых комфортных условиях. Если вы не полностью исключите негативные последствия, то хотя бы их минимизируйте. И в этом случае поход на пляж в целом будет для вашего здоровья со знаком плюс. Для вашей иммунной системы со знаком плюс. для вашей вегетативной нейросистемы и сердечно-сосудистой со знаком плюс. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, поставьте лайк на него и ждите новые видео на тему здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моем канале. на моем канале.